Ребята, девчата, всем привет! Сегодня хочу представить вашему вниманию обзор колоды Monoblack Discard для формата исследователей, который Дима записал по просьбе одного из наших подписчиков в комментариях на канале YouTube. Меня зовут Олег, добро пожаловать в клуб адептов кухонной магии! У нас стартовая рука, две земли, есть куча карт, которые мы можем сыграть, мы находим, единственное, что у нас замок лактоин этапный войдет, но мы кипем такой. Это Квинториус комбо, что ли? Может быть, может быть. Так, ну, первую закрутку мы отбили. Суть в том, что с Квинториуса попадают в клона, ставят Квинториуса и, типа, там настакивается много триггеров. Это крайне неприятно. Квинториус, еще один. У нас еще один адектист. Так, теперь у него эффекта от нашей, нашего дискарда не будет, а мы будем плодить зомбиками. Вот так он. Кручек, да, ну окей. Хорошо, я возьму мои зомби и уйду. Если вам нравится подобный контент, поддержите это видео лайком, репостом и комментарием, а наш канал подпиской и нажатым колокольчиком. Ну а если у вас есть желание и возможность поддержать нас материально, вы можете сделать это, оформив подписку на наш канал на платформе Бусти, либо отправив нам пожертвования через сервис Donation Alerts. Все необходимые для этого ссылки есть под видео. Ваша поддержка важна для нас. Спасибо. Всем привет. Вы на канале Клуб Адептов Кухонной Магии. С вами Дима. И сегодня мы разберем колоду для констракта режима Explorer. Моно-черный контроль. Также он называется MonoBlackDiscard. Я взял лист, которым играли в Пионере, потому что на форматы достаточно похожи. Вот им играл игрок под ником Rastav и сыграл им Пионер Супер Квалифайер в этом месяце с результатом 11-1, что очень классно. Я играл немного другим билдом до этого, но решил посмотреть, какие изменения принес данный игрок и попробовать его сборку. Расскажу про состав колоды и потом сыграем несколько партий, покажу, как это работает на практике. У нас колода контрольная. Контроль мы осуществляем за счет того, что скидываем оппоненту сначала самые сильные карты, потом просто все возможные карты. Он остается без руки, играет стопдеков. У нас есть инструменты добора карты, есть инструменты утилизации всяких триггеров, когда он скидывает карты. Расскажу про это в процессе обзора карт. Значит, у нас мало существ, всего 4. Это два враждебных следователя. У него есть эффект на входе, он заставляет оппонента сбросить карту. Также у него есть эффект триггерный, когда один или более игроков сбрасывают одну или несколько карт, используют дознание. Это значит создается улика, которой мы можем за 2 маны пожертвовать и взять карту. То есть это помимо того, что он оппоненту скидывает карту на входе, так и потом мы можем как свои карты скидывать и делать дознание, так и оппонента заставлять скидывать. У нас есть для этого инструменты. И второе существо. Это Шелдред Апокалипсис. Достаточно известная карта во всех форматах. 4 маны, 4.5 смертельное касание. Когда мы берем карту, получаем 2 жизни. Когда оппонент берет карту, теряет 2 жизни. Такой финишер также помогает нам против колод, которые добирают карты, что противодействует нашей стратегии. Они тогда получаются то пенальти в виде потери 2 жизни. Пройдемся покриваясь. В первом дропе у нас 6 карт целевого дискарда. Это 4 копии ловить мысль. Лучший дискард спелл в формате эксплорер. Да и наверное вообще в магии. За одну ману. Целевой игрок показывает руку. Мы выбираем из нее не являющуюся землей карту. Скидываем ее, и оппонент теряет 2 жизни. То есть таким образом скидываем самую крутую карту своего руки. Всего за одну ману и 2 жизни. И также у нас есть целевой дискард насилия. Целевой оппонент показывает свою руку. Выбираем из нее карту не являющейся ни существом, ни землей. И сбрасываем эту карту. В формате чисто колод на существах немного. И они не так, чтобы были прям очень хороши. Но мерфлоки неплохи. И в принципе монорет можно сказать, что колод на существах. Но там достаточно много спылов. А остальные колоды играют большим количеством. Заклинания не существ. Так что цельный находится. И 4 копии смертельного толчка. Помогает нам против ранних угроз. Также у нас есть способы убивать и угрозы побольше. Так как у нас есть перманенты, которые мы можем жертвовать и активировать бунт таким образом. Но в основном это против всяких моноредов. И там у фениксов тоже есть неприятные существа. Токены у вампиров. Ну и в целом ранних существ хватает много. Каких колод. Дальше наверное звезда этой колоды без отходов. Это карта, которая не делает сама по себе ничего. За 2 маны чары. Но у нее есть эффекты, когда оппонент сбрасывает карту. Если он сбрасывает существо, мы создаем фишку 2-2 черного зомби. Если он сбрасывает землю, мы добавляем 2 черные маны. А если он сбрасывает не землю и не существо, то мы берем карту. Эффект очень крутой. Особенно в поздней игре у нас есть способы многократных активации дискарда. При этом у нас есть возможность скидывать карту оппонента даже, когда у него нет карт на руках. Расскажу, когда дойдем до земель. Там вот такая карточка у нас имеется. Дальше синглтончик цельца в горло. Уничтожает целевое существо, не являющееся артефактом. Отличный ремоул. Убивает почти любую цель. 3 эдикта шелдред. 3 режима. Либо оппонент жертвует не являющейся фишкой существа, либо оппонент жертвует фишку существа, либо оппонент жертвует плентствокера. Классно то, что она не целяет оппонента, поэтому даже под белыми лучами, которые некоторые колоды против нас сайдят, которые говорят, что оппонент имеет хикс-пруф, эта карта работает. Нам не нужно целить оппонента, чтобы он чем-то пожертвовал. Ну и опять же, есть некоторый выбор. То есть мы можем оппонент-свокера. Обычно он один заставит пожертвовать. Или фишку существа, или не фишку. Дальше наш добор. Это сейфалом карателя. В мете приличное количество мидранжовых контрольных матчей. Против них мы хотим иметь преимущество по картам. Сейфалом карателя отлично нам это помогает. Входит с тремя жетонами. За две маны и повороты удаляем жетон. Берем карту. Когда удаляется последний жетон, рождается существо пилот и трыжа. Этот пилот, соответственно, заводит этот сейфалом, потому что экипаж 3 нужен, но пилот может активировать, может входить в экипаж машин, так как его значение силы было бы на 2 больше. Так он 1-1. Ну, как раз вот получается троечка и отличный финиш на 4 порит за ход. У оппонента, как правило, нечем отвечать уже к поздней игре. Переходим к третьему дробу. Вторая звезда, это колода, это Лилиана. Плэнсвокер, известный и старым игрокам в магии, и новым игрокам в магии, потому что он не так давно переиздавался. Раньше блистал в такой колоде, как Джант в формате модерн. Если кто застал, ставьте лайк. У нее 3 способности. За плюс 1 каждый игрок сбрасывает карту, за минус 2 целевой игрок приносит жертву существо, за минус 6 делим перманент под контролем целевого игрока на 2 стопки, одну он жертвует, другую оставляется в игре. Стартовое значение лояльности 3. И есть еще скрытая способность. Четвертая, мы не делаем ничего, чтобы не скидывать свои хорошие карты. Тоже оправданный плей бывает. Частенько на плэнсвокерах мы чего-нибудь раз в ход-то делаем, но тут плюсовая способность может сыграть с нами злую шутку иногда. Но в сочетании с такими картами без отходов и враждебный следователь, мы зачастую можем скинуть ненужную карту и оппоненту скинуть карту, получить полезный эффект. Если у нас у оппонента ничего нет, у нас есть карта, которая нам не нужна, мы скидываем, при враждебном следователе на столе создаем улику и таким образом лутимся как-то. Также у нас есть в третьем слоте пустой разум в количестве трех копий. Отличная сайдовая карта против фениксов, потому что она заставляет оппонента сбросить две карты и затем изгнать кладбище. Против контролей тоже отлично работает, против, в принципе, и против медренджей тоже. Единственное, что плохо, наверное, только против агрессии, потому что сброшенные карты не решают ситуацию на столе, но все равно это позволяет нам опустошить руку оппонента гораздо быстрее, потому что это не... По одной карте мы скидываем сразу две, ну, при том достаточно недорого, три маны. Классические три маны для эффекта типа Майн Дрот, только этот эффект еще кладбище изгоняет. И синглтончик замарать. Тоже и дикт, правда он целит оппонента, но зато он изгоняет плэнсвокера или существо под контролем оппонента с наибольшей моно стоимостью среди существа плэнсвокеров. То есть мы тоже здесь можем контролировать, и цель будет изгоняна, скорее всего, та, которую мы хотели убить. Последняя карта, не являющаяся землей, которую мы не разобрали, это вымирание, массовый ремовал. За четыре маны мы выбираем чет или нечет и изгоняем каждое существо с мановой стоимостью, соответствующей выбранному значению. Нам напоминают, что ноль является четным числом. Удобно для тех, кто не очень знаком, например, с английским, и под even это не самые, по-моему, известные слова в английском языке, да и в магии они встречаются не очень часто. Поэтому там нам дают подсказку, что ноль это четное число, и, сходя из этого, мы легко можем выбрать нужный вариант. Это если вы играете с английским интерфейсом. Что, возможно, в скором времени придется делать всем, потому что русский язык у нас, по-моему, после... Вот Горизонты модерна будут последним сетом, и следующий сет в стандарте уже будет без поддержки русского языка. Переходим к землям. Здесь у нас 26 земель, если я ничего не путаю. Да, 26 земель. Из них у нас 10 базовых болот. 4 замка Лактвейна. Это карточка, которая за 3 маны поворот мы берем карту, затем теряем по хиточку за каждую карту на нашей руке. Позволяет нам в матчах, где нам не очень важны хиты, получать преимущество по картам. Очень классно. 2 улей Ока Тирана. Я думаю, что эта карта знакома всем игрокам в Констрактод, потому что любая колода с черным цветом, со современным агипом, играет хотя бы одной копией. Очень классная земелька. Единственный минус у нее, что только она тапанная на первых двух ходах входит. Потом входит тапанной, но зато за 4 маны может становиться 3-3 черным самбоглазым с угрозой, который сгоняет карточку с кладбища, когда атакует. То есть одновременно и противодействие стратегиям, играющим через кладбище, и порщик, которого сложно заблокировать, и источник черной маны. Очень классно. Дальше у нас комплект гибельных полей. Так как мы контролируем руку оппонента, а в формате присутствуют такие угрозы, как оживающие земли. Вот мы видели только что у Лио Катерана. Также очень популярная мотовольт карточка. Есть из цикла вот как у Лио Катерана еще красная земелька, зеленая. Только белые, по-моему, не очень активно играют, хотя ее иногда можно встретить. И двухцветные оживающие земли в контроле играют, которые птицей становятся 2-3. То есть у нас целей под это дело хватает. Иметь такую землю очень полезно. За 2 маны поворот и пожертвовать мы уничтожаем целевую небазовую землю под контролем оппонента. Потом и мы, и оппонент, ищем по базе, кладем его в стол развернутыми. Для поддержки активируемых земель у нас лежат 2 копии затонувшей стадели. Входят тапанами, выбираем цвет. И она дает маны выбранного цвета, либо дает 2 маны выбранного цвета на активацию способности источников земель. То есть гибельное поле мы можем активировать, просто повернув затонувшую стадель уже на второй ход. Дальше у нас есть еще одна карта, такая же по типу, как гибельное поле, поле разрушения. Разница только в том, что тут оппонент может найти в своей библиотеке карту базовой земли, а в случае с гибельным полем он обязан. То есть это важно, когда он не хочет мешать библиотеку, например, нашел на топдексе какую-нибудь классную карточку, мы говорим, нет, давай мешай. Он в случае с полем разрушения может сказать, окей, я не буду ничего искать и мешать не буду. Ну вот, а с гибельным полем он обязан. И, наконец, тоже очень классная карта в этой колоде, лечебница гаерской полосы, легендарная земля за поворот дает бубну, а за двей поворот каждый игрок берет карту, затем забрасывает карту, что очень важно нам, когда у нас в столе стоит без отходов или несколько, даже с пустой рукой оппонента он возьмет карту и ее сбросит. Естественно, без отходов у нас активируется. И также у нас активируется враждебный следователь, потому что тоже будет карта взятая и сброшена. По сайдборду у нас лежат две копии насилия против колод, где много несуществ. Это, например, Мирор Матч. Хотя в Мироре мы не очень хотим играть дискардом, с другой стороны, им все равно придется играть, так что, наверное, насилие не самый плохой вариант. Я думаю, что мы разберем конкретные сайдборд планы по ходу игры. Но основная цель насилия это комбо-колоды. И контрольные колоды. Сразить клинком две копии, уничтожая целевое существо с значением силы и выносливости не более пяти. Ключевая цель агроколоды. Иметь ответ на ранние угрозы очень полезно. Дальше у нас лежит сингалтончик Давриэля. Это дополнительный финишер, дополнительная карта, которая позволяет нам иметь преимущество по ресурсам, потому что это один в несколько, скорее всего. То есть он вошел, скинул карту, его убили, это уже два к одному. В мидранжевых матчах, контрольных матчах это полезно иметь. Путь опасностей. За три маны уничтожают все существа с мановой ценности не более двух. Играть его с стоимостью течения мы, скорее всего, не сможем, хотя некоторые способы это делать есть. У нас есть земли, которые могут давать в теории белую ману. У нас есть сифолом, который может нам сделать трыжу, и в какой-то момент мы сможем это сыграть. Но эта карта сойдется против агроколод, которые имеют обычно маленькие косты у существ. То есть это монорет, это какие-то мерфолки, например, те же мод. Когда стол заполнен, мы имеем у него быстрый ответ уже на третий ход. Что в текущих скоростях формата очень важно. Потому что на четвертый могут уже убить. Дальше два нелицензированных катафалка. Это сайдборд против колод, которые взаимодействуют с кладбищем. В первую очередь феникс. Во вторую очередь это убэконтроль, потому что там тоже есть некоторое количество карт, которые можно разыгрывать в кладбище. Плюс это является карта сама по себе угрозой. Оживлять ее, правда, в этой колоде достаточно проблематично, потому что у нас не очень много существ. Но если у нас появился токен зомбика без отходов, а эта карта стояла там и накопила на себя по 10 карт, изгнала под себя, то это может быть уже очень быстро закрывающий партию финиш. Копия пустого разума против фениксов, против контролей. В принципе, про карту уже говорили. Отличный дискард с абсайдом в виде изгнания карт с кладбищем. Синглтончик швока против колод, который ищет что-то в колоде. И также против колод, которые взаимодействуют с кладбищем. Две копии вымирания. Также агроколоды. И колода на существах потяжелее. Отличный ответ. Забираем ту часть стола, которая нам понравится. И две копии «Призвать отчаяние». Это для более медленных матчей, обычно миджунжовых. Наиболее хорошо себя показывают, наверное, против колод, которые играют с сагой с кикиджики. Естественно, мы можем убить там и токена, и сагу, и много чего вообще полезного сделать. Целевый оппонент жертвует существо. Затем, если он не может его сделать, теряет два хита. Мы берем карту, повторяя этот процесс для чар и плэнсвокеров. То есть мы можем так и стол почистить, и карту набрать. Очень-очень-очень крутой эффект. То, что у него четыре красных мана в косте, для нас, как правило, не очень критично. У нас вся колода черная. Те земли, которые дают бесцветную, можно их пожертвовать и найти черный источник. Вот такая колода. Посмотрим, попробуем ей поиграть. Я сейчас в даймонде играю достаточно успешно. Попробуем, что получится. Приятного просмотра. Мы выиграли кубик. Рука достаточно неплохая. Не можем, правда, сыграть и ловить мысль на первый. Мы сможем сыграть на второй ход без отходов. Я думаю, что мы начнем с без отходов, чтобы на следующий ход можно было сразу скинуть пару карт. Так, это какой-то моногрин. Я против такого еще не играл. Так, нам нужно скинуть ему тролля. Так, и у нас есть окошечко, чтобы воткнуть сейфалон. Так, мы возьмем карточку. Ставим карточку. Так, ну я думаю, что мы скинем нападение на фестиваль, наверное. Так, или Вивиен. Ну, или Вивиен надо скидать. Сходим в атаку. Подискарде мы оппонента еще. снаряжаем сейф ну атаку окей ставим еще одного враждебного следователя и ответов так я думаю что нам тут пригодятся призвать отчаяние также мне нравится здесь дюресы подозреваю что там есть маленькие существа наверно если так хороши вот такие ребята пара сейфалонов выкинуть шал дред мне наверно нравится в этой колоде на одну штучку такую положим нужно ли нам вымирание здесь вообще кажется что да кажется что да потому что там могут быть большие приятные наверно мы можем не так сильно запариваться насчет добор типа один сейфалон давно не видел на зеленую колоду просто так у нас есть два целевых дискарда 4 вымирания я ставлю все три вымирания не самая хорошая рука но учитывая что там очень важно иметь некоторые вещи на стартовый может быть классно так так я скину всадника дальше я убью эльфика дальше я убью эльфика по идее найдет сейчас землю да дальше я убью эльфика 2 кит скинули 1 скинули 2 нужна земелька очень нужна земелька скинем укрытие пока не можем поднять нужно поднимать землю иначе мы сейчас проиграем так нам нужны нечетные так он нечетный так и и и так ну что ж это можно только свой ход делать отлично тогда вот так Продолжение следует... 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 надо в любом случае граде раз сейчас иначе не следующий ход может быть под ну окей мимо и это очень неприятно так ну окей взорвем никтос проблема в том что нас будут пороть на 7 каждый ход это терпим ну тут блок так там тогда кладут окей то мы можем сделать и попозже поставим сифа лом нужно ли он нам сейчас мне кажется не очень не пусть будет берем full control чтобы в draw step сказать кинекс так теперь фул контроль не нужен поставить землю поставить шелдред передай одну карточку хотя бы возьму так сходим в атаку сходим дескарбит так выходим первыми неплохая рука надо поднимать третью оппонент мулиганится в 5 что для дискард колоды неплохо даже хорошо меньше скидывать надо будет но пока все равно у нас не работает наш план если мы не поднимаем вторую черную точнее он он работает уже хуже потому что мы лишаемся нашего оружия предположим что это миррор матч это не миррор не скинули большого потому что на маленького ответ у нас есть а там внезапно там дексорина и было бы очень неприятно и да это ломаем красный сорт так вот вот калитка не парит потому что есть добил калильки довольно подпаривает немножко так получше стало так you won't be outsmarting me ok осуществляем действия и выигрываем что в этом матче в этом матче мне не нравится насилие я думаю что нам помогут сразить клинком там есть цели под это дело не очень нравится пустой разум это нравится давриэль и нравятся вот такие карточки я наверное уберу сок сизы и добавлю способ справиться с большим вампиром виде вымирания не очень люблю целевой дискард в матче митранжей потому что мы зачастую играем стабеков такая карту вроде бы все дело два такси за наверное мы можем позволить себе оставить да и таки чуть медленновато но наверное нам скинут дикт я по крайней мере скидывал дикт зависит от руки конечно вопрос чего мы боимся больше наверно мы можем позволить себе пропустить разок а нет так мы не сможем умирание сыграть на следующий ход ломаем сразу же план принять сейчас еще на пяток сказать вымирание убить токена и вампира потом попробовать задискардить так ну кей говорим вымирание ну чё проблема в том что сейчас там токен появится они в токена не появится тогда нормально тогда у нас есть тварь неплохо плохо так мы даже не не справляемся да потому что он умирает теряют два хита у нас 10 ведь нужного нам мы никак не можем и этому даем ладно план наш не удался возможно я недооцениваю целевой дискард в этом моем начинок и я думаю что мы двумя толчками можем ранний грудь себе позволить на уровне так передадим ну призвать отчаяние наверно это можно следователя скинг кто знает кто знает кто знает кто знает ломаем скинг а и Продолжение следует... Так, так не сработает, да? Ну я что-то протупил, я думал, что он может оживить... Сейф, я забыл, что он требует трех... Да, это критично... Все равно карточку, да? Окей... Продолжение следует... 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 Срочно надо что-то поднимать... Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 так сейчас попробуем чуть покрутить сначала так да не а так мы выиграли кубик задача немного медленная но перспективная джиганта намекает на то что это может быть монарет что не очень хорошо да так есть скинем с от сиза то что нанесет нам больше всего повреждений и что будет поразить критик и 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 надо было ставить следователя поставим следующим ходом восемь хитов то восемь хитов не очень много там еще копейщица подняли копейщица сходила в лицо предложили пожертвовать что-нибудь опять же можно было сыграть лучшим можно было пожертвовать землю два хита не досмотрели так ну окей оппонент дает нам дает нам играть итак итак Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Лучше разбирать с оппонентом. Кажется, что нам не так важный добор здесь будет иметь. Насилие сойдет. И пустой разум тоже сойдет здесь, потому что они не позволяют все-таки опустошать рук оппонента. М-м-м, ну, наверное, я... Как-то так вот, пробуем, наверное. Так, сойдет такая рука. Так, начинаем с черных. Так, ставим без отходов. Как бы сейчас в этот ход мы должны, по идее, затерпеть намного. Вопрос на сколько. Так, ну пока все очень хорошо для нас складывается. Потому что мы поменяемся 4 в 1. Ну, окей, нам сейчас прилично прилетит. В 7 хитах, типа, немного. Но... Одна карта. Че-то копейщицы. Нет, все-таки не самым лучшим образом для нас ситуация складывается. В этот раз мы не допустим той ошибки, что мы сделали в первой партии. Когда у нас есть цитадель, мы можем взрывать такие штуки. Не знаю, зачем понять Залмана. Сократить он еще не сможет. Проблема в том, что любой бурн, и мы поиграли. Ах, трудности должны быть сделаны. Окей, не любой бур. так карточки проблему с этим мы ничего не можем делать так что что тут оппонент стабдеков очень-очень неплохо нам зарядили. Ну, попробуем находит сыграть. Важно очень, кто кубик выигрывает здесь. Так, мы первые, у нас есть путь опасностей, окей, это можно попробовать. Субтитры добавил DimaTorzok Окей, это копейщицы. Субтитры добавил DimaTorzok И ставим поле Ну, типа, если копейщицы у нас так вот на много, то сыграем замарать. Если нет, то просто прокрутимся. Окей. Окей. Ставим болото и передаем. Окей. 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 Ставим. Окей. Окей. Ставим еще одно поле. Окей. 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 issez. Откใин. Окей. Продолжение следует... 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 Ладно, я скинули Ляну. Так, ну шелдерев должна нам по идее выиграть партию. Прокрутимся. И выиграем. И так, это был обзор колоды MonoBlackDiscard для формата Explorer. Если он пришел с вам по душе, не забудьте поддержать это видео лайком, репостом и комментарием, а наш канал подпиской и нажатым колокольчиком. Ну а если у вас есть желание и возможность поддержать нас материально, вы можете сделать это, оформив подписку на наш канал на платформе Boosty, либо отправив нам пожертвования через сервис Donation Alerts. Все необходимые для этого ссылки есть под видео. Ваша поддержка важна для нас. Спасибо. Ну а я на этом буду с вами прощаться до следующего видео. Берегите себя, играйте в магию и будьте клевыми. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok